Будущих мам очень волнует, как понять, что действительно пора ехать в роддом. Что схватки не тренировочные, а уже самые настоящие. Кстати, если вы живете в Москве и хотите попасть в конкретный роддом, не вызывайте скорую, а добирайтесь до роддома сами. Скорая повезет вас в тот роддом, который ей скажет диспетчер, как правило, это ближайший территориально, а не тот, который нужен вам. Даже если у вас контракт с конкретным роддомом, скорую это не волнует. Итак, поговорим про пять признаков того, что пора ехать в роддом или обратиться за помощью к врачу. 1. Регулярные схватки. Их отличие от тренировочных в том, они имеют одинаковую интенсивность и перерывы между ними постепенно сокращаются. Проследить за развитием регулярных схваток можно с помощью специального приложения в телефоне. Если схватка длится дольше, чем 15-20 секунд и перерыв между схватками меньше 10 минут, выезжайте в роддом. 2. Тянущие или схваткообразные боли внизу живота или в пояснице до 37 недель беременности могут быть симптомами угрозы преждевременных родов и являются поводом обратиться к врачу. 3. Отошедшие воды. Околоплодные воды могут подтекать как небольшими объемами, так и излиться сразу в обильном количестве. В первом случае определить точно, подтекают воды или нет, может только врач при осмотре. 4. Иногда необходимо проведение теста на подтекание вод, а также УЗИ. 4. Повышение артериального давления выше 130-90 мм РТ-стакана 5. Кровянистые выделения из половых путей на любом сроке беременности – повод вызвать скорую помощь. Ехать на машины, тем более за рулем, нельзя. Девочки, всем легких родов! Субтитры создавал DimaTorzok